Чеченский вор в законе из Саратова Весной 1999 года в Москве на воровской сходке был коронован молодой стремящийся авторитет Салманул по Русея Бдурзаков. Неординарность ситуации заключалась в том, что Салманул являлся по национальности чеченцем, которые по сути, не признавали никаких авторитетов и воровские законы. Вторая неординарность заключалась в том, что по Русея служил в армии, а служивым дорога на воровской Олимп была заказана. Однако и среди чеченцев были люди, которые все таки видели, что воровская власть достаточно сильная, и понятия их правильные. А среди воров были те, кто не считал зазорным службу в армии. К тому же неся службу, по Русея совершил преступление, и дослуживал свой срок уже в дисбате, где успел совершить еще одно преступление, и отправиться в колонию на пять лет. Поэтому по Русея стал одним из немногих чеченцев, которого короновали воры в законе. Получив воровской титул, по Русея получила прозвище, как и подобает при коронации. Отныне его больше знали как Тимура. Тут же на сходнике и определились дальнейшими планами насчет новоиспеченного вора. Тимуру предстояло наладить контакт с криминалитетом Саратовской области. Солманул по Русея начало изредка наведываться в Саратов, и проводить встречи с местными лидерами ОПК. Параллельно он сколачивал свою преступную группировку, которая начала продвигать свои интересы в области. Вскоре Тимур смог взять под свой контроль большую территорию Саратова, после чего к нему прибавилось в обращение почтительное «Тимур Саратовский». Силовики однако не особо доверяли деятельности чеченского вора, поэтому организовали за ним наблюдение. В скором времени Тимур Саратовский был задержан и помещен под стражу за вымогательство. В следующий раз его также приняли по аналогичному злодеянию. На настоящий момент вор в законе Тимур Саратовский находится в колонии, отбывая очередное наказание.